Все участники субботника в праздничном настроении. Помимо чудесной весенней погоды, теплого солнышка, душу греют события последней недели. Подъем настроения в связи с последними событиями, что мы все-таки стали, как это, в Россию вернулись домой. Родом с Россией. Я давно долго жила этого дня, чтобы именно от души травить. А тут просто как официальная работа у Херсонеса. Ну, правда, работаю недавно, два года. Очень дружный коллектив. Атмосфера такая. Ну и вообще сегодня как праздничное настроение такое. Эмоции захватывают, конечно. И всем жителям Севастополя и России большой пламенный привет. Мы же должны сделать кусочек нашей планеты чище. Тем более это наш любимый Херсонес. Кто еще кроме нас его уберет? Поддержали инициативу сотрудников Херсонеса и ученики расположенного неподалеку учебного центра младших водолазов-специалистов. По словам руководителя общественного движения граждане Херсонеса, субботник – это только начало. Впереди обустройство заброшенных участков заповедника, среди которых территория 12-й и 13-й береговых батарей. Это место требует внимания и наведения порядка. Мы предлагаем это место оживить, сделать здесь туристический маршрут для начала и заниматься благоустройством. Здесь может на этих площадях этой фортификации разместиться экспозиция оборонительных систем. От катапульты и каких-то древних метательных, стрелятельных орудий до современных оборонительных систем, там, ЗРК, также поставить сюда те пушки, которые здесь были при строительстве этой батареи. Это мартиры образца 1877 года. Как работник Херсонеса для меня это очень важно, помочь своему заведению, это в первую очередь. И вообще, я думаю, что культура человека определяется и в отношении к окружающей среде. 12-е и 13-е береговые батареи были сооружены в конце 19-го века. Здесь, под землёй, находится заброшенный командный пункт Черноморского флота с подземным бункером и автономной системой жизнеобеспечения. Сейчас эти фортификационные сооружения, сохранившиеся со времён Первой мировой войны, горожанам почти неизвестны. Валерия Шевченко, Анатолий Паньков, Севинформбюро.